Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, подкаст о разработке ПО и его окрестностях, 43-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. А сегодня у меня в гостях Николай Севко, сооснователь проекта OckMeter. Айо, Коль, привет! Всем привет! Ну, вначале, по традиции, расскажи пару слов о себе. Как давно и чем занимаешься? Как вообще попал в IT? Ну, все началось, наверное, с первого компьютера, как у всех. В процессе надоело играть в игрушки, стало чем-то интересоваться. Плюс-минус коммерческая такая карьера в IT началась, наверное, в 2001-м, может, в 2002-м. Ну, с каких-то простеньких должностей, обычно у хостеров. Ну, потом все это привело в эксплуатацию. Руковожу эксплуатацией давно, уже, наверное, лет 8. Ну, и вот все закончилось. Ну, на данный момент все остановилось на том, что я сооснователь Акметрио. Мы делаем сервис мониторинга облачный. Ну, и как бы на мониторинге, собственно, и собаку съели. Ну, вкратце как-то так. Понятненько. Слушай, ну да, если ты, так сказать, давно занимаешься эксплуатацией, то вот мониторинг, оно, в общем-то, непременно всегда сопровождает хорошую эксплуатацию, да, службу эксплуатации. И расскажи немножко подробнее, как вообще тогда уж появилась вот идея создать проект вообще, то есть чего, как оно так родилось? Ну, проект родился с того, что была потребность личная. То есть у меня, как у админа, все время хотелось видеть, что происходит в системе. И так или иначе, Арнакметр – это пятая написанная или как-то развиваемая мной система мониторинга. Там были разные поделия. В итоге поняли, что, ну, в общем, личных сил не хватало. В общем, у нас сложилась команда, которой мы начали делать сервис. Потому что, на самом деле, все на своих работах делают одно и то же. Они пилят какие-то там решения, и ни у кого толком нет ресурсов под это. И, соответственно, у нас была команда, появился ресурс, мы решили сделать то, чем могут пользоваться люди, вот просто взять и заиспользовать. Соответственно, сделали какой-то прототип. Ну и дальше поняли, в какую примерную сторону его развивать. И вот получилось то, что получилось. Понятно. Ну ладно, сейчас мы еще поподробнее поговорим, что у вас там получилось. Давай, наверное, для начала такую больше теоретическую немножко тему затронем. В принципе, да, расскажи, зачем нужен мониторинг, так сказать. Ну, понятно, что все, наверное, понимают, что в каком-то оно виде нужно. Нужно мониторить там свои сервисы, что они там работают, не работают. Но вот, наверное, вот как-то, может быть, ты лучше скажешь, что и зачем, то есть, поскольку все-таки, так сказать, давно этим в этой сфере. То есть, чего можно мониторить, нужно, какие метрики, ну вот так, издалека, скажем, начнем. Ну, издалека, если вот брать совсем там с высоты птичьего поля, то у мониторинга первая проблема – это обнаружить, что что-то с сервисом не так. И она достаточно простая, на самом деле, потому что, ну, если говорить о сайте, то нужно там понять, что он работает, что на пользовательские запросы мы отвечаем. Ну, условно там, что 200 ок, значит, все хорошо. Да, ну, то есть, для высоконагруженных сайтов там с большим трафиком все посложнее, потому что там недостаточно раз в минуту дергать там главную страницу. Но об этом подробнее можем попозже поговорить. Но более сложная задача мониторинга – это в большой инфраструктуре показать, где есть проблема. Потому что если мы говорим о системах сотни серверов, то там очень просто запутаться просто. И как бы показать хотя бы даже область, где начало ломаться – это достаточно сложная задача. Ну и третье, наверное, это анализ того, что происходит в системе. Потому что если в мониторинге большое количество хороших детальных метрик, по ним можно и выбирать, какие куски оптимизировать, и смотреть, что оптимизации помогли. Ну, то есть, это такая более операционная работа, что ли. Ну, и, наверное, еще помимо анализа, как-то предотвращать тоже, может быть, какие-то возможные проблемы? Или это все тоже сводится к анализу, наверное, как часть анализа? На самом деле проактивный мониторинг – это миф. Потому что… Объясню почему. Можно над метриками делать какую-то математику сложную. Там из сейсмологии применять алгоритмы, искать там разладки, как в свое время Яндекс нам рассказывал. Но, по сути, веб-системы, они такие достаточно реал-тайм-системы. То есть, там буквально от поломки до эффекта на пользователей может проходить там 10 миллисекунд. И вы за 10 миллисекунд… 10 миллисекунд назад все было хорошо. Поэтому заранее как-то определить, что вот сейчас сломается, ну, наверное, это только переполнение диска. Нет, ну, может быть, загрузка там ресурсов, там, параца на ноде, вот что-то такое же тоже, наверное, можно как-то анализировать, что вот там начинается больше отказов, или как бы все же тоже это маловероятно, в реальности не сильно помогает. В реальности проблемы, а они другие. В реальности либо что-то вы накосячили, либо к вам пришла 10-кратная нагрузка, либо там вы забыли индекс. Это все такие вещи, которые там происходят молниеносно. То есть, вы выкатили новый код, он не так работает с базой, не так аккуратно, и все взорвалось. То есть, вот когда плавно нарастает нагрузка, и она там упирается в процессор, такого очень редко бывает. Обычно все происходит лавинообразно, скачкообразно, и на самом деле говорить о том, чтобы что-то предотвращать, это не задача мониторинга. Предотвращать – это задача правильной архитектуры, я считаю. Слушай, интересная мысль. Ну, вот немножко раскроешь, что ты здесь имеешь в виду. То есть, это правильно там выстроить, там, не знаю, балансировщики, заранее предусмотреть вопрос отказа устойчивости какие-то. Вот в этом контексте, да, или что? Да, да. То есть, там, где у вас компонент какой-то может сломаться, надо полагать, что он обязательно сломается. Надо прорабатывать алгоритмы, что будет, если у него там то, если у него все, если у него одна планка памяти вылетела, что будет с этим сервисом. Как балансировщик должен узнать о том, что сервис сломался, как он должен исключить его из балансинга и так далее. То есть, если вы какие-то проблемы рассматриваете, ну, гипотетически, то проще знание об этом закладывать не в мониторинг, а в дизайн вашей инфраструктуры. Ну, да, в общем-то, наверное, правильный подход. Слушай, ну вот ты уже сказал, что там сложно мониторить, когда разная, так сказать, большой там зоопарк, не знаю, серверов. Тут, наверное, хочется немножко раскрыть мысль, что, ну, наверное, когда у тебя там все серверы однотипные, это, наверное, не так сложно, когда у тебя сложная какая-то архитектура, какие-то есть там внутренние, внешние сервисы, вот все куда-то лазают. Тут, наверное, опять-таки надо начинать еще на этапе там архитектуры, проектирования, да, чтобы это все красиво было расписано. То есть, наверное, сложно пытаться мониторить какую-то систему, которую даже там сами, не знаю, архитекторы уже плохо помнят, как они строили. Ну, на самом деле все проще. То есть, при наличии инструментов это не так сложно. То есть, на самом деле, любые системы сложные, простые, они обладают какой-то системой диагностики, будь то логи, будь то статусы, которые можно дергать и смотреть, как они себя чувствуют, или какие-то внешние параметры, допустим, ну, внешние ресурсы, допустим, база данных, она, некоторые базы данных прекрасно дают у себя информацию. Те же, не знаю, очереди, сервисы очередей, они тоже дают достаточно метрик. А какие-то кастомные ваши приложения, ну, там, будь то GVM или еще что-то, они все равно пишут логи. То есть, что за ошибка произошла, куда они пытались пойти, им там не ответили, или ответили с ошибкой, или там по таймауту. И, на самом деле, мониторинг можно к всему этому присосать, к этим логам, и он будет добывать оттуда метрики, и все будет прекрасно видно. Если, соответственно, у вас приложение, которое вообще ничего не пишет, оно молча там не работает, это проблема, да. Такое случается, кстати, довольно часто. Обычно это какие-то сайты, которые бурно выросли, там у них там апатч с PHP, и пишутся, ну, совсем какие-то прям фатальные ошибки. А вот этапы бизнес-логики пошли туда, получили то, заняло столько-то, они, как правило, не пишут. Ну, и это вопрос, а их тоже, наверное, надо решать все же на этапе где-то там, ну, архитектуры, либо впоследствии как-то уже внедрять существующее решение, да, чтобы оно как-то вот это давало себе какие-то вообще информацию, да, приложение. Ну, мы советуем всем брать и рассматривать последние N инцидентов. Вот у вас там последние пять критических багов или поломок сервиса были связаны вот с этим, с этим, с этим. Какие метрики нам надо было бы иметь в мониторинге, чтобы эти проблемы легко видеть. И вот как только мы начинаем об этом думать, у нас получаются достаточно хорошие метрики и следующие подобные штуки очень легко заметны. А так как, в принципе, ломающихся компонентов у средне-большого там сайта, ну, средне-маленького, наверное, не так много, то это покрывает еще и будущие сколько-то проблем. Ну, то есть такой подход, скажем, с практичной стороны, то есть вот, что бы нам помогло предотвратить эту проблему, если бы мы там обладали информацией? Ну, да, итерационный. То есть нельзя просто все сразу покрыть мониторингом, и все будет хорошо. Везде это идет итерационно. То есть мы сначала покрываем то, что представляем, как сделать, потом огребаем новые грабли, и мониторинг эволюционирует вместе с нами. Слушай, ну, а вот тут тоже сразу, знаешь, хочется затронуть такой вопрос, что как бы, да, хорошо, когда там приложение шлет кучу всего, но ведь это же тоже сказывается в том числе и на производительности, да? То есть вот это постоянное там, значит, отсыпание куда-то там этих меток, что я тут сделал столько-то, вот за столько-то, вот тут я, значит, завис, тут я подождал. Вот, может быть, что ты можешь сказать вот по поводу, как какие-то решения, как правильно это делать? То есть какие-то там отплевывать, там в очереди какие-то асинхронные, еще что-то, ну, вот какие-то, может быть, техники, скажем так, для внедрения мониторинга, что бы это минимально сказалось там на производительности самой системы? Ну, техники, самая банальная техника – это отплевывание в лог. Если скорость отплевывания в лог нагружает диск серьезно, можно это как-то собирать и отплевывать в лог более компактно. Это раз. Ну, там посетить что-нибудь по UDP опять. Второе – это вот StatsD, это прекрасная штука, библиотеки есть для всего-всего-всего, это штука, ну, библиотека цепляется к вашему коду, а вы отплевываете таймеры, счетчики, какие-то мгновенные значения, это все уходит по UDP. Если даже для UDP это много, есть там встроенный сэмплинг, можно, допустим, говорить, что отправляем каждый 50-й замер. Соответственно, из StatsD, ну, кроме того, что там в Акметровском агенте есть встроенный StatsD сервер, а еще куча других систем принимают этот протокол. То есть, это можно и в графит нарисовать, и в инфлюкс, ну, куда угодно, в самые такие модные системы. Собственно, это придумано там компанией Etsy, насколько я помню, и уже достаточно распространено, и мне казалось, что все об этом знают. Но, тем не менее, стоило повторить. Нет, нет, конечно, повторение, мать учебни, а для кого-то и новая какая-то информация. Ну, еще, как бы, из техник, ну, это, наверное, больше для тех, у кого ресурсов в разработке побольше, это все-таки аккумулировать где-то в памяти всю историю замеров, и делать либо какой-то хендлер, который отдаст это мониторингу прям пачкой, либо отплевывание куда-то. Ну, это как бы встроенный StatsD, грубо говоря, прям в приложении. Ну, это, наверное, там, сколько сейчас я держу коннектов, там, вот, сколько там у меня загрузка. Нет, 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 это именно, вот, у меня было запросов с начала времен, такой вот, и кумулятивный счетчик, который растет. Мониторин приходит раз в минуту, его вынимает. А, соответственно, и делает у себя, там, уже производную, и показывает РПС образно. Или, там, делать какие-то бакеты с таймингами, рисовать, ну, и отдавать потом гистограммы за последнюю, там, минуту или секунду, как угодно. Понятно. Слушай, ну, вот, расскажи, в принципе, какие вот в среднем, ну, так, конечно, может быть, это, опять-таки, не совсем верно говорить, надо говорить, конечно, в контексте, там, конкретного приложения, но в целом, вот, какие, в принципе, мониторики, метрики надо так собирать. Ну, то есть, скорость ответа, там, не знаю, загруженность диска, сети, CPU, памяти, наверное, вот, то, что обычно собираются, там, у всех сервисов, так вот, ну, в большинстве случаев, и что действительно из этого может быть полезно, или что-то из этого вообще так для красоты только нужно? Ну, обычно, начиная с метрик операционной системы, или, как бы, железки, ну, снимается потребление CPU, снимается раскладка по памяти, насколько заавоцирован, насколько ушло в кэш, на кэш, также снимается нагрузка на диск, диск ООО, занятость диска, по сетевым интерфейсам, разные счётчики, ошибки, дропы, там, токетрейт, трафик, это, как бы, есть у всех, но, на самом деле, этого недостаточно, потому что невозможно понять, что было, то есть, всплеск у нас на CPU графике, мы видим, что это было, не совсем понятно. Мы для этого, акметровский агент, допустим, он снимает уже информацию по всем процессам в системе, то есть, в каждый момент времени мы снимаем информацию по всем процессам, какой процесс, сколько CPU поел, от какого пользователя он был запущен, сколько он с диска читал, сколько он писал, сколько он в памяти занимает, сколько он сидит в свопе, какое у него, там, количество открытых файлов, дескрипторов и так далее. Вот эти подробные метрики позволяют, допустим, вот, грубо про систему дать уже такие вразумительные ответы, что было, кто убил диск. Ну, как минимум, да, какой процесс, так сказать, чего жрал, где как долго зависал, уже как какая-то более-более, так сказать, подробная информация, да. Ну, а дальше уже надо на уровень, ну, есть еще, конечно, железные всякие метрики, это состояние рейд-массивов, там, жевали батарейка в рейде и так далее, а там, жив ли блок питания резервный в сервере, но самое, вот уже больше к практике метрики это про сервисы. То есть, если мы говорим о мониторинге, допустим, веб-сайта, то мы как бы предлагаем, ну, как бы пропагандируем на самом деле качество работы вашего сайта оценивать по логам, потому что веб-серверах, кроме как в логе, внятную информацию о том, как, сколько ответов, сколько ошибок они отдали, не ведут, и также по времени ответа, но там хорошо настроенный лог-нжин-экс и исчерпывающую информацию дает, если ее в реал-тайме парсить, можно вообще полностью понимать, как работает ваш сервер, то есть сколько быстрых ответов, сколько медленных, сколько ошибок, какому количеству пользователей вы отдали и так далее. Это вот что касается оценки того, как вообще сайт работает. Если мы говорим про то, что у вас происходит в инфраструктуре, то надо смотреть, как чувствует себя база, как чувствует себя сеть, как чувствует себя GVM и так далее и тому подобное. То есть детально метрики можно добыть при желании практически про все. Понятно. Ты вот сказал как раз-таки про базы. Давай немножко поговорим поподробнее про мониторинг баз данных в целом и Postgres в частности. Расскажи немножко, что в базах данных такого важного надо собирать в общем целом в контексте своего опыта. Поскольку в базах данных в принципе в сервисе, в веб-сервисе понятно, наверное, метрик не так много, ну я имею в виду не считая бизнес каких-то внутренних, которые на уровне вашего специфичного для приложения. Количество запросов, скорость отдачи, я не знаю, куда вот все о чем ты сказал. В базах данных там начинается, мне кажется, уже много всего, чего можно собирать и что может в конечном итоге скажем так, дать информацию о том, где, какую часть надо оптимизировать, там всякие индексы, табличные пространства, я не знаю, там ТМП и прочее, там вот-вот-вот, как-то так. Ну, на самом деле база это тоже, она сложная штука, лишь так вот, если не вникать, ну вот если пытаться для себя понять, как обстоят дела с базами данных, то что есть в базе данных? В базе данных есть данные, то есть таблицы, индексы, секвенсы и прочее. Есть ресурсы, на которых эти данные лежат, из которых они читаются, сеть, куда они отдаются, и самое важное, что еще есть, это запросы пользователей. Вот, если брать и рассматривать эти три сущности, то есть мы можем сказать, что не будет запросов в базу, не будет проблем с нагрузкой, в принципе. То есть ну да, как бы там все плохо не было сделано, да, если нет запросов, то как бы нет проблем. Да, соответственно, все проблемы из-за запросов, все проблемы из-за того, что эти запросы хорошо не работают на том формате данных, как это уложено, ну грубо говоря, ну примитивно отсутствие индекса. И третья проблема, это не хватает физических ресурсов, то есть у вас данные уложены хорошо, запросы работают хорошо, но ресурсов в принципе не хватает. Ну это условно там всякие буферы неправильно настроены, вот что-то такое там, там негде ничего не делать. Гипотетически мы можем упереться вообще в производительность процессора на базе данных, то есть вплоть до того, что у вас все данные в памяти, и мы просто поток запросов такой, что не успеваем как бы утилизировать весь процессор. Ну бывает так, правда это редко, обычно мы упираемся в диски, обычно мы упираемся в отсутствие индексов, в неправильные, очень сложно сформулированные какими-то уровнями запросы и так далее. Но вот про метрики, в частности Postgres'а, мы начали с запросов. Но изначально мы делали мониторинг Postgres'а совместно с ребятами из Postgres' консалтинга, потому что у них была боль, то есть у них было много клиентов, у них не было единой системы, которую они бы всем ставили и помогали, помогало бы им понимать, что происходит. Каждый раз приходилось какой-то заново велосипед пилить, условно говоря. Ну, либо просить клиентов впиливать в свою существующую систему графики, которые, метрики, которые нужны. Естественно, мы решили объединить усилия, у нас на тот момент была платформа, в которой можно было запихнуть очень детальные метрики. Мы решили попробовать запихнуть метрики по всем топовым запросам, прямо как есть. Благо в Postgres'е есть PG-stat statements, который эту информацию в себе содержит. Соответственно, получились такие ключевые прям хорошие картинки по тому, чем занят сервер. Первое, это топ N запросов по по суммарному использованию CPU, то есть, по суммарному времени, затраченному на конкретный вид запросов. Это, то есть, те топ N запросов, которые жрут CPU на базе. Они сразу автоматически получаются отнормированы на количество и, соответственно, показывают прямо правдивую информацию. Второй хороший график получился, это топ 5 запросов, которые убивают диск. Ну, то есть, топ 5 запросов. Суммарное количество чтений, условно говоря, получается? Нет, это топ 5 запросов, которые суммарно больше всего ожидают выполнения операции диска. Таким образом, мы научились отвечать на вопрос, кто убивает диск. Ну, есть помогательные, то есть, каких запросов сколько, каких там больше, каких меньше, и еще один полезный, это количество возвращенных строк на запрос. То есть, это иногда коррелирует с трафиком на базе. То есть, если мы там лимит забыли в каком-то запросе, мы видим, что запрос возвращает каждый раз по тысяче строк, это все конвертируется в трафик, соответственно, до приложения. Ну, и также, ну, там проблема в том, что, на самом деле, мы собираем, грубо говоря, информацию о топ 50-100 запросов, а показываем обычно 5. но собирать все равно нужно все. Получается, что помимо табличных метрик, есть еще метрики, ой, помимо метрик по запросам, есть еще метрики по разным таблицам, какие, запросы, каким таблицам носил диск, или там еще что-то делают, и суммарно получается, что сервера средненький баз данных около 2-5 тысяч запросов, ой, метрикс в минуту идет. Слушай, ну, приличный, вообще, большой такой объем, ладно, потом еще расскажешь, как вы все это дело обрабатываете, а расскажи, вот как, ну, то есть, сейчас я понял, да, там, мониторим запросы, значит, какие там больше всего жрут, там, соответственно, CPU, там, сеть, возвращают строк количество, а вот всякие там, как понять оттуда, там, кто больше всего, там, не знаю, захотел, допустим, там, не знаю, не поместился join в память, да, пришлось заюзать, там, не знаю, temp table space, вот что-то такое, это тоже как-то можно, да, выцепить, то есть, насколько это вот... Мы этого не делали пока, но, по сути, ну, мы вообще делаем мониторинг, исходя из юзкейсов чьих-то, допустим, DBA нам говорят, мы, вот, нам для работы нужен такой график, но мы, как правило, идём дальше, мы им говорим, на самом деле, вы хотите не такой график, а другой, более детальный, который бы вам сразу отвечал на вопрос, а потом мы их спрашиваем, что вы дальше с ним делаете, как правило, они дальше идут, смотрят explain, смотрят ещё всякую штуку, и на самом деле, вот, такие вещи мы пока не придумали, как засунуть в мониторинг, и по большому счёту, на самом деле, вот, когда у вас взрывается Postgres, вы приходите, смотрите на график, понимаете, что это один конкретный запрос всё сделал, и идёте explain его, и вот это достаточно короткий путь, и укорачивать его, мне кажется, ну, слишком большая цена для того, чтобы его ещё укоротить. всегда надо иметь, как бы, такой баланс. Не, ну, да, если, 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 так ты говоришь, там, это какие-то достаточно редкие, там, один какой-то запрос, там, из целой пачки, который смог такое сделать, да, его, наверное, проще, там, руками, что называется, изучить весь, и как-то починить. Расскажи, вот, ты говоришь, там, по юзкейсам, что в среднем обычно нужно, что вот люди хотят, точнее, какие метрики, в общем-то, важны, так сказать, вот, там, народу, и на что в итоге смотрят, что в итоге имеет, так сказать, наибольшее значение? Ну, на самом деле, народ изначально не хочет ничего, до тех пор, пока он не увидит гистограмму времён ответов своего сайта, потому что, ну, по большому счёту, у всех стоит там какой-нибудь мониторинг, и все видят, что у них там что-то работает, после того, как они видят, как это работает, они хотят это улучшать сразу же, то есть, когда они начинают это улучшать, мы им даём, как бы, какие-то новые-новые метрики, ну, как бы, они там раскатывают, грубо говоря, агенты на, сначала на фронтенды, потом на бэкэнды, потом на базу данных, очень многие, когда видят графики с базы данных, практически через час идут строить индексы, в течение часа, и у них, на самом деле, всё зеленеет, это буквально вопрос, ну, нескольких часов, если там сложная процедура, деплой или ещё чего-то, просто народ не видит, что происходит, как только они начинают видеть, они даже знают, как это чинить, проблема в том, что они не видели раньше, вот, и нам очень радостно от этого, и мы вот за каждым клиентом смотрим и общаемся, они говорят, вот, прям, сложности. Слушай, а неужели как-то вот индексы, вообще, мне кажется, когда ты там что-то пишешь, запросы, ты как бы первая мысль, ну, давай там сделать, просто explain, а он использует ли индексы, по каким полям там происходит выбор, какой-то анализ, народ на это не парится, они просто вот, сели звёздочка from table и зашипят. Нет, нет, даже не так, народ спрашивает свой ОРМ, дай мне то-то, а как он это делает, многие не задумываются, а ОРМ может вообще делать по-всякому, он может сделать в простейшем случае одно, а в чуть более сложном случае другое. Ну, как правило, бывает то, что даже если не кардинально улучшили время ответа сайта, то освободили ЦПУ на базе, такое тоже бывает, что суммарно там база, она пыхтит, хотя может сделать это полегче, они как бы с помощью нас профилируют, это чинят, и базе становится легче, а иногда и таймером сильно лучше выглядит потом. Понятно. Слушай, ну, расскажи, так сказать, одно дело собрать метрики, другое дело их как-то визуально представить, потому что, ну, то есть просто наличие там большого количества собранных метрик, там, условно говоря, табличек, в которых там тысячи, там сотни тысяч строк, где там вот сейчас пять, семь, а теперь значение девять, оно, в общем-то, ну, не дает такого какого-то быстрого ответа, да, что там где хорошо, где плохо. Конечно же, их надо обязательно как-то визуально представлять. Вот скажи, расскажи, просто какие здесь есть варианты. Ну, все мы понимаем какие-то там гистограммы, но вот может быть немножко поподробнее там, как важно отображать именно там текущие значения, или где-то важно обязательно как-то производить, там, не знаю, усреднение какое-то, проводить вот там, ну, какую-то агрегацию данных, да, вот какие здесь еще варианты, и может быть помимо гистограмм, там, и графиков, что-то еще есть какие-то такие визуально инструменты, которые позволяют как бы сразу понять там, где, куда смотреть, где какие проблемы. Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, если говорить чисто вот о статистической стороне вопроса, то среднее вообще никуда не годится, и на среднее смотреть бестолку, я надеюсь, что все это уже знают, но повторить как бы лишним не будет. Следующее, что делают люди после среднего, это медиану, то есть 50-ю квантиль или персантиль, это тоже, в принципе, ну, уже лучше, там 95-я персантиль потом идет и так далее. Они, в принципе, чего-то показывают, но и даже можно понять физический смысл, то есть, это время, в которое уложилось 95 запросов, ну, допустим, это максимальное время, которое там мы отдали страницу пользователю, ну, 95% пользователю. В принципе, понятно, но, по сути, не отвечает, во-первых, на вопрос, у скольких пользователей проблема, если персантиль взлетел в 95-е, у всех, или там, у 5% у оставшихся, и также с персантилями есть проблема в том, что если вам нужно объединить их с нескольких, допустим, машин или из нескольких логов, то это сделать, в принципе, статистически прямо точно нельзя. Можно взять там максимум из них, или там еще как-то многие усредняют персантиль, многие берут персантиль от персантиль, ну, в общем, всякие извращения бывают. Самое, в принципе, классное, с точки зрения замера таймингов, это гистограммы, но у гистограммов, у гистограмм есть, скорее, не проблема, а не удобство, их надо заранее понимать пороги, то есть, заранее понимать отсечки, и как бы шаг, с которым мы их снимаем. В принципе, ничего не мешает снимать их достаточно подробно, есть способы вообще практически там с минимальными погрешностями снимать динамически, то есть, но это достаточно дорого с точки зрения хранения, ну, пока у себя даже не решились внедрить такую штуку, но плюс в том, что для веб-систем, в принципе, пороги гистограмм, в принципе, предсказуемый для всех, то есть, если мы ответили там за 200-500 миллисекунд, это быстро, если мы отвечали меньше секунды, ну, это терпимо, больше секунды, скорее всего, медленно, ну, и так далее, это, в принципе, на 95-97% случаев подходит всем, вот, с точки зрения таймеров уже других, там, это базы, или там, ответы того же МКШ, это, конечно, не годится, там надо что-то придумывать, с точки зрения вообще, визуализации, мы пришли к тому, что, ну, во-первых, еще надо упомянуть, что метрики нужно правильно снимать, снимать мгновенные значения, надо стараться этого избегать, потому что, вы там, как максимум, замерите раз в секунду, все намного динамичнее, на самом деле, лучше снимать какие-то кумулятивные счетчики, а потом брать от них производные, если говорить о количестве запросов, или там, еще чего-то подобного, про то, как делать из этого простые, понятные графики, но мы сначала, вот, давно, когда начинался Акметр, мы сделали платформу, в которой можно писать метрики, а потом писать выражения над ними, и получать из этого графики, и было, в принципе, то же, что сейчас есть какие-то в графитах и прочее, стало сильно проще, когда мы сделали функцию топ, топ по какому-то там критерию, либо по сумме, либо по максимальному выбросу на интервале, и тогда топ и все остальное, и тогда графики стали сильно понятнее, но мы их снимаем достаточно детально все метрики, поэтому там графика топ-5 запросов на самом деле поднимает под себя 5000 метрик в реалтайме, и если это в реалтайме меняется, то есть хорошо сделанный топ над подробными метриками это вычислительная достаточно тяжелая задача, но с точки зрения результата оправданно, то есть у нас сейчас все держится на том, что у нас есть топ. То есть вот этот, ты говоришь, топ, там, не знаю, 5 запросов, она на самом деле анализирует там кучу метрик и уже строит некую, то есть обрабатывает их математически и выдает какие действительно реально вот 5 запросов самых тяжелых, не по одному какому-то там параметру, а именно в совокупности, то есть... Нет, она дает по одному, ну то есть она поднимает там, допустим, 3000 запросов на окне там 7 дней, понимает, ну если мы просим топ по сумме, она понимает сумму всех этих запросов на этом интервале, сортирует, оставляет топ, сколько просили, а остальные суммируют и делают из них азер, и это все показывает. Вот это уже тяжело, но в принципе результат хороший, главное не предвычислять ничего, главное не агрегировать ничего, то есть это все на интервале там 7-30 дней у нас все происходит над сырыми данными там в минутном разрешении, и только тогда получается более-менее точно, плюс можно там смасштабироваться, рассмотреть конкретный печок за вчера, за 4 часа ночи, и там тоже потому что там сырые данные, вы поэтому там провалились условно говоря в масштабе, и вот уже построили все то же самое, но в меньшем уже масштабе, что называется. Да. Понятно, ну а расскажи помимо графиков, гистограмм, может быть какие-то вот знаешь, все там любят как говорить там светофор там красный, зеленый, вот желтый, то есть совсем такое что-то простое, все плохо, все хорошо, или как-то все не очень. Светофор на самом деле что ты про это думаешь? Вот я считаю, что это может быть где-то применимо, но как только мы собираемся это сделать, мои коллеги отговаривают и говорят, что а зачем нам делать светофор из трех лампочек, если мы можем сделать график во времени из трех цветов. И у нас гистограмма работы сайта это светофор, только видно за весь интервал, что было в каждую минуту. Вот, соответственно, мы в итоге, у нас нет понятия какой-то урезанный график, потому что текущий мгновенный светофор это этот график в последней точке своей. Не, ну да, понятно, то есть график просто, светофор во времени разукрашенный. Да, да. Слушай, ну вот мы там обсудили сбор метрик какой-то визуализации, да, еще мы в самом начале ты там говорил про анализ всего этого, да, вот какой-то пост, такой процессинг, какой-то аналитическая часть, про это расскажи, составляющая. Ну, про аналитическое у нас просто все метрики лежат, у них есть так называемый лейбл сет, это, грубо говоря, словарь, ключ значений, несколько, допустим, name равно такое-то, source host name равно такое-то, url равно такое-то, там, и так далее, и там, из логоя такого-то, и так далее. Над этим есть какие-то пресеты, то есть, стандартные дашборды по NGINX, по Postgres, по Redis и так далее, но во все метрики можно провалиться, то есть, мы называем этот режим play, там, грубо говоря, сверху график, снизу форма, мы пишем туда выражение над любыми метриками, там доступна простенькая математика, ну, как простенькая, там, сгруппировать по одному критерию, одну группу метрик поделить на другую, оконные функции всякие, там, средняя на интервале, там, максимум на интервале, и сразу же получать в реалтайме на них график. Соответственно, это очень удобно в анализе, очень удобно играться, ну, как бы, строить какие-то метрики, там, отнормировать где-то, ну, как бы, находить ответы уже. То есть, доступно гораздо больше метрик, чем визуализируется, как правило, из коробки. И, ну, поверх всего этого можно написать такое же выражение и сделать триггер какой-то. У нас это все работает одинаковым образом, и, в принципе, на любых метриках можно делать триггеры и графики и дашборды и еще такое. Понятненько. Слушай, ну, так уже мы неоднократно там, ты упоминал, как там что-то сделано у вас, давай расскажи, вот как, в принципе, устроен ваш сервис, я имею в виду окметр, да, потому что, так сказать, мы тут говорим о мониторинге, об отказоустойчивости, хочется узнать, как оно оживеет, как работает сервис мониторинга по мониторингу, потому что ты упоминал там, что там три-пять тысяч там метрик в минуту или, да, там собирается, соответственно, там с одного хоста, условно говоря, если их там десяток, а если там их умножить на количество клиентов, я не знаю, и так далее, соответственно, много интересных вопросов появляется, поэтому, ну, расскажи, вначале, в принципе, просто так грубо в целом архитектуру, то есть, что там у вас, я знаю у вас там агент, который ставится на конечные хосты, поскольку, так сказать, и уже он отправляет данные, собирает там данные с хоста, да, и отправляет их там к вам в облако, где уже развернуто, вот, что там развернуто, расскажи. Ну, пару слов про агент, все-таки, агент это такая программулина, которая ставится на машину и пытается как можно больше всего снять, она лезет во все места и сама пытается как бы метрики добыть, если у нее не получается, ну, допустим, она смотрит и видит на машине Nginx, она читает его конфиг, она понимает формат всех улогов, делает для них парсер и начинает парсить, но если там нету upstream response time, допустим, она отправляет статус-матрику, которая в облаке уже конвертируется в алерт, что вот надо в лог добавить upstream response time или там request time. если она находит postgres, она говорит, пустите меня срочно в postgres или там пустите меня в pgbouncer, вот так-то, так-то, как только ее пускает, он начинает оттуда слать метрики. Это все написано на go, но go здесь выбран не с точки зрения моды, а с точки зрения того, что это статически сленкованный бинарник получается, он не требует никаких зависимостей, удобства деплоя, скажем так, да, то есть. Ну да, потому что у нас начинали мы с агента на питоне, это был кошмар распространять, то, что у клиентов разные операционки, разные версии, там старье такое бывает у народа, что прям ужас просто. С гошкой проще, и это, в принципе, себя оправдало. Ну и также мы сильно паримся на том, чтобы у клиентов это не отжирало ресурсов, так как все-таки агенты и логи парсят, и все такое нам скорость важна, то есть мы постоянно профилируем агента и там стараемся сделать, чтобы его как бы импакт на сервер клиента был минимален. Соответственно, уже если говорить про облако, но здесь у нас раньше было монолитное приложение питания, которое метрики принимало, ну как оно, приложение запущено на нескольких машинах, соответственно. Ну, по ресту, соответственно, по HTTP принимали. Да, по HTTP, ну там с SSL, естественно. Не, ну понятно, да. Вот. Сейчас мы серверную часть тоже в каком-то виде переписываем на Go, потому что сильно легче получается дизайн, потому что у Python проблемы с тредами и со синхронностью, там все достаточно непрямо, ну и в общем можно все было сделать, но мы как бы для каких-то нагруженных вещей мы их переносим в Go. Соответственно, есть кусок на питоне старой логики, это в основном все, что касается пользовательских хендлеров, то есть это отрисовка графиков самих, то есть это всякие авторизации пользователей и так далее. Ну, то, что в браузере графики у вас на сервере рисуются, то есть не на фронте? Ну, графики на фронте рисуются, но там логика всякая. Логика отдачи всей информации для графика. то есть со стором, ну как бы с хранилищем самих метрик у нас все идет сейчас через Go уже. Соответственно, хранилище это кластер Кассандры. Мы Кассандры очень давно используем, практически, наверное, без проблем. Мы даже как-то научились их готовить. А большой кластер у вас Кассандры? Ну, сейчас основной дата-центр 9 машин. Резервный мы сейчас как бы в процессе поднятия, ну, где-то он такой же будет по размеру. Понятно. Слушай, а вот 9 машин просто расскажи объем вообще данных лежащих в Кассандре. Так, ну, это какие-то терабайты, соответственно, да? Вы же там храните их за какой-то период времени. Это терабайты, да, но это терабайты очень пожатых данных. То есть, мы их жмем. То есть, в Кассандре они не в своем виде лежат. То есть, вы когда их кладете, вы их сразу как-то сжимаете, да, или что? Скажи, как они туда уже попадут? Ну, мы как бы метрики, вот если писать поточечно, то Кассандра не справляется, к сожалению. Мы бы очень хотели писать их поточечно. Нам приходится извращаться и делать из них какие-то пачки. Эти пачки мы жмем, они лежат. Ну, то есть, Кассандра для нас это хранилище бинарных данных, по сути. Мы используем ее, наверное, как даже не как колоночную базу данных, а как кейвели для бинарного хранения практически. Наверное, так. Ну, это все было итерационно, мы пришли к этому в погоне за производительностью. А скажи, какие еще вот вы вариантов смотрели? Ну, вот опять же, там, если мы говорим про логи, всегда говорят, что всякие там тайм-серии с базы данных, ну, вот там инфлюкс-дби, я не знаю, что-то еще. На что еще вы смотрели? Ну, мы на самом деле все время писали свою тайм-серию с дби, по сути, но она изначально была вот вообще прототип начинали на Google App Engine. К сожалению, Google App Engine не работает. У него такие жуткие latency при работе с базой данных, ну, как бы с их Storm, я не помню, DataStore как это называется. Потом мы переехали сразу в Кассандру, и наша вся эволюция была уже поверх Кассандры сделана. Инфлюксы, графиты и прочее, они по нашим, ну, по моим данным, потому что мы последний раз смотрели, сильно меньше, ну, сильно хуже производительность, мы просто не успевали бы за те тайминги, которые мы хотим отдавать графике, не успевали бы их как бы процессить при таком дизайне. Вот, при этом мы как бы изобретаем свой велосипед и снова, и снова, и снова. понятно. Ну, ладно, хорошо, значит, как хранилище на Кассандре, причем в таком в бинарном виде, куда вы там пачками шлете, то есть не каждую там чих, а именно накапливаете, я так понимаю, там в бэкэнде, да, не знаю, некоторое количество их, потом уже архивируете, и, собственно, выборка вся, опять же, получается, что вам надо выбрать там вот эти все куски, распаковать, соединить, и уже их там процессить, ну, как бы там переработать, перелопатить, скажем так, да, как-то? Да, ну, у нас есть еще эластик для, все-таки, для поиска, потому что, как мы называем это метадата, то есть у нас лежит мета-информация о метриках в индексе, в поисковом, в лусине, мы делаем туда запросы, какие-то там, дай мне метрики с неймом таким-то, с урлом, слэш, админ звездочка. Ну, это вот эти вот, те самые там мета-теги, да, так сказать, они ее... Да, да, эластик дает нам айтишки метрик, которые мы должны, он там в ответ на наш поисковый запрос дает нам, грубо говоря, 30 тысяч айтишек, мы за ними идем в Кассандру и, соответственно, достаем метрики. Вот. Это вот как, соответственно, тупое хранение метрик устроено. По большому счету, в этом, на самом деле, нет никакого руки Science абсолютно. То есть, это можно прототип наваять, если подумать хорошенько за неделю. И весь наш трудозатрат, они пошли не в написание сториджа, далеко. То есть, вот я не понимаю, вот инфлюкс, они там пилят, пилят, пилят на хранилище, но, по сути, вся логика, она в агенте, она в эксплуатационной экспертизе мониторинга, она вот вообще не в хранилище. То есть, в принципе, сделать отказоустойчивое хранилище не так сложно. Ну, да, конечно. Слушай, а расскажи, ну, соответственно, еще у вас есть какие-то сервисы, которые там занимаются, там, триггерят, алерты всякие, оповещения и прочее. Да, у нас есть поверх всего этого шедулер, который говорит, что вот этот экспрешен пора бы выполнить уже и как бы сравнить там все с порогами и в случае чего отправить нитификацию. Это обычная логика. У нас есть штука, которая раздает задачи, соответственно, она дергает бэкэнды, бэкэнды все это вычисляют, при необходимости шлют e-mail, смски, там, не знаю, слэк, сообщения, и это все хранится ну, как бы алерты формируются, хранятся, и их можно смотреть, они выходят в почту и так далее. Но они именно запускаются, алерты вот все же по шеду, ну, по расписанию, да, то есть не в реалтайме, когда они там просто смотрят, мониторят там. В реалтайме у нас же можно сделать алерт, ну, триггер, который будет на самом деле совокупный по там нескольким тысячам метрикам. То есть я хочу, чтобы у меня суммарное количество запросов не опускалось ниже тысячи рпс. И это со всех фронтендов, а их, допустим, 100. И поэтому на потоке триггерить это очень сложно. То есть нужно понимать, каких метрик нужно дождаться, собрать все метрики, которые нужны для вычисления одной точки, и их вычислить. Поэтому мы сейчас в принципе, наверное, нет ничего невозможного, это можно, наверное, сделать, на потоке это будет сильно эффективнее по ресурсам, но мы это делаем сейчас, поднимая просто все метрики. Ну и к тому же у нас есть такие триггеры, которые работают не на последней точке, а, допустим, на суточном агрегате. То есть если у меня оконная средняя за последний час упала ниже, чем мгновенная средняя, ну и что-нибудь такое, которым недостаточно последней точки, то есть все равно нужно помнить последний отрезок данных. То есть они просто, триггеры работают сейчас так же, как и графики. То есть мы идем в сторидж, вынимаем данные за сутки или больше и считаем. Ну понятно, вы считываете и уже дальше принимаете решение, собственно. Это там происходит, как часто вы вот эти шриги запускаете? Ну у нас триггеры раз в минуту, то есть каждый триггер у нас обрабатывается раз в минуту. Но чтобы было понятно, у нас где-то половина, наверное, вычислительных ресурсов тратится на триггеры. То есть графики люди смотрят реже, чем триггеры обрабатываются. И основная нагрузка у нас это триггеры. Потому что у нас есть триггеры, допустим, сожечь лампочку, если любой процесс на любом сервере читает или пишет своп больше мегабайтов в секунду на протяжении двух минут и более. То есть это мы поднимаем метрики по всем процессам всех клиентов на каждом сервере. Ну да, это каждую минуту. Оно должно еще успеваться за минуту выполнить, чтобы начать следующий такой. Да, слушай, ну и расскажи, собственно, теперь самый главный вопрос, как вы, чтобы у вас это все отказоустойчиво работает. Потому что одно дело, когда падает там сервис, который в мониторе, другое дело, когда падает сам мониторинг. Ну, у нас мы на самом деле успели словить проблем. то есть они у нас реже, потому что мы все-таки про отказоустойчивость сильно паримся. У нас, во-первых, все компоненты задублированы. То есть Кассандра задублирована, ну, то есть там она просто как бы кластер. Эластик тоже переживает отказ там какого-то количества нот. Есть компоненты, там, соответственно, тоже все их там несколько, я так понимаю, там ДНС в итоге все это. Изначальный запрос тоже там, наверное, через ДНС, когда до Раунд-Робином приходят на несколько. Но мы сейчас к этому приходим для агентов. То есть мы сейчас из агентов, агент будет знать там несколько. А, сейчас он у вас как бы на один, да, просто хост. Нет, сейчас он у нас идет на балансировщик хост русский. Но как бы мы недовольны качества его работы и будем как бы в обход делать что-то. Соответственно, у нас есть компоненты не задублированные, но мы их мониторим. И мониторинг мониторинга у нас тоже есть, предвосхищая вопрос. И он, кстати, построен достаточно умно. У нас есть сервис внешний, абсолютно внешний, который ожидает раз в минуту получить алерт по фейковому письму. Ну, как бы письмо от нашего сервиса. И если он его не получает, он шлет нам смс-ки. Это очень хорошо работает, потому что это на бизнес-логике основано. То есть, если мы перестаем считать триггеры, то все пропало. Там работает наш коллектор, не работает. Если мы не шлем письма, значит, наш сервис не работает. и это прямо вообще все проблемы показывает. А дальше у нас, соответственно, в Акметре есть проект, мы смониторим самим себя, но первичное резервное мониторинг у нас тоже есть внешне. Мы сейчас, очень давно у нас висит задача поднять еще один Акметр для себя сбоку, который будет работать там с оставанием в несколько релизов и, соответственно, мониторить первое Акметр. Ну, да, в общем-то, мне кажется, хорошая идея, абсолютно независимая, но в то же время со всеми возможностями, которые вам хорошо, в общем-то, известны. Ясно. Слушай, а расскажи теперь, соответственно, вообще, какая у вас там команда проекта, то есть, сколько человек-то вообще всем этим добром хозяйством занимается и поддерживает, развивает? Мы начинали вдвоем, ну, как бы, была команда больше, но там выжили не все, как говорится. Сейчас основных нас, как бы, тех, кто, как бы, фаундеров двое, у нас есть еще два программиста, ну, вот, где-то четвером, еще там, пятером помогаем нам, ну, как бы, нас помогают нам еще по орг вопросам, по всяким. Ну, где-то, вот, четыре-пять человек нас. Слушай, ну, вообще, совсем-совсем-совсем немного, я бы сказал, но, то есть, это же написание агента, и там все витрины, и еще бэкэндеры, соответственно, и коллекторы, и вот все-все-все это, да, так сказать? Ну, да, пока так. Слушай, ну, вообще круто, я, честно говоря, думал, что больше людей делают такой проект. Ну, приходится концентрироваться, конечно, и, как бы, ограничивать себя в желании, но, с другой стороны, все эти стартаперские MVP и прочее. Не, но, с другой стороны, знаешь, поскольку ограниченный ресурс, приходится очень, мне кажется, хорошо продумывать и выбирать, что же наиболее важно, действительно, а не пытаться охватить все, вот. Мне кажется, это как один из плюсов недостатка ресурсов, собственно говоря. Ну, да, то есть, у нас есть прямо такие места, которые нам хотелось бы вложить ресурсов и их доделать, но, там, нет возможности. Тот же, там, покрытие MySQL хорошего мониторинга, например, у нас есть, но, как бы, такой, не такой классный, как Postgres, там, Nginx и прочее. Слушай, а расскажи, ну, тогда сразу вот так просто какие выводы, ну, да, Nginx, Postgres, что вы в основном хорошо мониторите и вообще какие типы сервисов вы еще, так сказать, охватываете, умеете из коробки? Из коробки, ну, мы снимаем все про операционку. А я, слушай, да, хотел задать вопрос, это вы, соответственно, откуда-нибудь из прока читаете, наверное, по большей части, да, или откуда, или что-то из ядра откуда-то? Ну, все сложнее, потому что существует FreeBSD, например, и оно, к сожалению, еще популярно настолько, что хотелось бы меньше, как бы. В Linux, да, в Linux и прок, ну, и прочее, прочее. В Linux есть, допустим, по сетевым соединениям мы общаемся с ядром по Netlink, протокол такой, очень интересные метрики можно получать, ну, и достаточно как бы дешево для системы. Мы парсим логи, а какие-то для ядра что-то надо обязательно, то есть включать какие-то, там, расширения, то есть это из коробки все есть уже, да? Это, ну, в современных ядрах, да, это есть из коробки. Про поддержку сервисов, ну, как я говорил, уже Nginx хорошо поддерживается, то есть там прям на автомате Postgres, PgBouncer, RabbitMQ, ManCash, Redis, разные, GVM, у нас есть, правда, еще не выпущен дашборд, в пабле Кассандра поддержка, Elastic, что-то еще было, не помню. Ну, понятно, ладно, да, оставим их, так сказать, чего не вспомнил за кадром. Слушай, хотел еще спросить, ну, вот, локометр, окей, да, что-то, вот есть же там всякие Zabbix, я не знаю, там, юрелики и прочее, open source решения, которых тоже, в общем-то, вроде бы там строят, разные метрики собирают, вот расскажи немножко в контексте, так сказать, плюсов, минусов, чего в них не хватало или не хватает? Я понял вопрос. Ну, про Zabbix, если нужно, как бы Zabbix не релик, это все-таки там на разных концах, палки. да, конечно. Zabbix, на самом деле, мониторинг, как мне кажется, несколько про другое, он про события в системах, и, наверное, у него есть своя ниша, он подходит для инфраструктур, где рабочие станции, где принтеры, и так далее, потому что он говорит, типа, такое-то устройство погасло, он прекрасно справляется с мониторингом тысяч таких устройств, но если говорить про поиск проблем, то этого мало, и вот, когда вы хотите много-много метрик туда запихнуть, это, во-первых, сложно, во-вторых, с этим непонятно, как жить внутри, то есть, там надо мышкой будет тыкать очень-очень сильно, и не факт, что это вообще заработает, и я вот, мне было интересно, все говорят, типа, зачем нам ваш сервис, у нас есть Zabbix, и мы искренне хотим хоть раз увидеть хорошо настроенный Zabbix, мы ходили в гости к разным компаниям, нам показывали Zabbix, мы задавали вопросы, и потом выяснялось, что не все так хорошо, как им самим кажется, то есть, они рассказывают про решение своих проблем, говорят, что вот мы видели здесь, и в итоге сводится к тому, что мониторинг у них косвенный, то есть, они знают, что вот там CPU, это вот, значит, Oracle сожрал весь диск, и надо его там пойти починить как-то, по сути, ответов там нет, как правило, может быть, кто-то умеет так метрики подробно запихнуть Zabbix, если слушатели кто-то есть, свяжитесь со мной, я хочу на это посмотреть, ну, без шуток, без сарказма, реально хочу посмотреть, с Zabbix, вот так дела обстоят, с New Relic, New Relic, прежде всего, за счёт чего он так вот хорошо себя чувствует, это всё-таки SaaS, ну, то есть, это тоже сервис платный, и он про инструментированное приложение, то есть, вы подключаете его к своему Ruby, или к своему PHP, и он вам показывает, чем занимается ваше приложение, это круто, но он совершенно никак не, ну, то есть, у него есть какой-то модуль инфраструктурного мониторинга, вот, но он вообще, ну, никакой, у New Relic хороший модуль для профилирования приложений, и, соответственно, метрики про сеть, про операционку, там никакой щели, и про базу, то есть, там видно, что приложение там, оно, я ждал базу, там, моя Django ждала базу, там, 100 миллисекунд, хотя обычно 10, вот он на это скажет, а вот что в базе произошло, он не ответит, ну, и подобное решение, там, не знаю, ведь, в принципе, то, что мы делаем, Acmeter, можно собрать из многих компонентов, можно раздобыть себе какое-нибудь хранилище, там, Influx, или Graphite, или что угодно. Да, тоже консанру можно взять по-большому вообще. Ну, да, можно, можно сделать простенького агента, который будет снимать ваши метрики, это все запихнуть, потом какой-нибудь алертилку сюда привинтить, это будет работать, это может очень хорошо работать, но это требует поддержки, это требует, соответственно, погружения в начальный момент времени. Как правило, насколько я видел, как люди этим делаю, этим занимаются, им интересно все это развернуть, это буквально происходит за 2-3 недели, все это разворачивается, получается, первые метрики, типа, вау, классно. Когда потом к ним приходят коллеги и говорят, типа, а как мне сюда добавить новую метрику, а как мне там это сделать, он начинает, типа, уже отмазываться, типа, ну, блин, это сложно, я не хочу. И мы постарались эту проблему за людей решать, как бы. Я вот сейчас готовлю на рите, на конференции, перед конференцией будет мастер-класс, я буду про эксплуатацию рассказывать. Я сделал такую сравнительную картинку, я попробовал посчитать, сколько стоит, грубо говоря, из каких-то подручных компонентов слабать какой-нибудь простенький сервис. У меня получилось, что если это делает человек, у него 2-3 недели уходит на первый прототип, где-то 40% проекта, 40% функционала, потом еще месяц на оставшиеся, это уже полтора месяца, еще 1-4 месяца каждый месяц на поддержку. И в принципе таким образом можно оценивать целесообразность покупки внешнего сервиса. Если вы суммарно посчитали стоимость людского труда у себя в компании и сравнили со стоимостью сервиса внешнего, и все очевидно. Если у вас получилось эффективнее, надо самим делать. Если не получилось, у вас там сильно больше, надо покупать и не парить. Ну, в общем и целом да, бизнес, экономия денег, тем более в век кризиса и все такое. Ну, в любом случае, даже если не в контексте кризиса. Да, всегда надо думать, в общем-то, потом уже принимать решения, но не наоборот. Слушай, ну, по-моему, мы посвятили все такие основные темы, какие хотели. Кажется, получилось довольно-таки так бодренько. Если что-то хочешь добавить в конце, какой-нибудь пару таких важных мыслей, слов то самое время. Ну, я даже не знаю, мне кажется, я достаточно подробно рассказал, но в любом случае можно потом поотвечать на вопросы слушателей, если они возникнут, так, наверное, будет гораздо эффективнее, нежели так в вакуум вещать какие-то там напутствия или еще чего-то. Ну да, поэтому, в общем-то, я тоже призываю всех, кто послушал, у кого появились какие-то вопросы, не стесняться задавать их там в комментариях. Николай обязательно ответит на них, вот, так что я там передам в случае чего, я всегда на чеку, что называется. Что ж, Коль, спасибо еще раз, что пришел, вот, и, друзья, спасибо, что были с нами, до новых встреч. Спасибо за приглашение, пока. Да, всем пока.